В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте! По традиции начинаем выпуск с аварийной сводки. Минувшие сутки обошлись без смертельных ДТП. Всего зафиксировали 6 дорожных инцидентов. Пострадали 7 человек. Кроме того, инспекторы выявили 15 водителей, которые наплевали на безопасность детей и перевозили их непристегнутыми без специальных кресел. Столько же автомобилистов не пропустили людей, идущих по разметке, а среди пешеходов нарушителей в два раза меньше. 19 лихачей сели за руль без прав и еще 13 оказались пьяными. Кстати, сейчас все чаще у нетрезвых водителей забирают транспорт. Последний такой случай произошел с жителем Чистоозерного района Новосибирской области. Мужчину ранее лишали прав за вождение под градусом, но он выводов не сделал и снова сел за руль в состоянии опьянения. Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанным с управлением транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд согласился с позицией прокурора и в соответствии со статьей 104 Прим 2 Уголовного кодекса РФ конфисковал автомобиль марки ВАЗ 21074, принадлежащий виновному. Новосибирский недоблогер Богдан, ранее известный своими провокационными выходками, снова пытается стать популярным. На этот раз он решил прокатиться на электросамокате, нарушая правила. Короче, вот такая вот обстановочка. Двигаемся. Разработка вот, в принципе. Брат, а я из-за этого не пою на второй раз стекло? Очень надеюсь, что нет. Парти документы, патраус. Кикшеринговый сервис уже заблокировал клиента и выписал штраф. В 5 тысяч рублей. Ведь по правилам компании на самокате нельзя кататься по проезжей части и перевозить габаритный груз. Богдан намеренно это проигнорировал. Кстати, госавтоинспекция вновь заинтересовалась неудавшимся блогерам. Как минимум, он несколько раз не спешился, пересекая пешеходный переход. Не говоря уже о создании аварийно-опасной ситуации на дороге. Требовал вызвать машину по несуществующему тарифу. В редакцию нашей программы обратился житель Новосибирска, который рассказал, что накануне должен был перевезти кошку. Животное было в специальной переноске, но водитель отказался ехать. По словам автора ролика, с животными он передвигается часто. Раньше никаких проблем не возникало. Причину отказа шофера он тоже понимает. Мало ли, вдруг аллергия. И готов был вызвать новую машину. Но водитель специально через приложение начал поездку. После этого бесплатно отменить заказ невозможно. Таксист, со слов несостоявшегося пассажира, все это время стоял рядом и наблюдал, как клиенту начисляют деньги за ожидания. С трудом, но помогла служба поддержки. После уговоров оператор отменил списание средств с карты. К слову, приложения агрегаторов такси не предусматривают тарифы для поездки с питомцами. Еще одна жалоба пришла в наш телеграм-канал «Экстренный НСК». Уже другой водитель такси рассказал, что ему попались неадекватные пассажирки. Я абсолютно с вами согласна. Меня там вырвало все дела. Да? 20 тысяч. Ну и ладно, вырвали. Смотрите, вырвали. Да ладно, почему вы сюда-то вот пописели-то? Скажите. Да меня не пописело, меня вырвало. Вырвали, вот вырвало. Вот туда же, что? Под жопу вырвало? Я не понимаю. Я просто отвернулась от окна. Вот видите, вот. Я же с вами не спорю. Базар и ноль. И еще одного странного пассажира заметили в общественном транспорте. Новосибирская меломанка, судя по всему, не может жить без громкой музыки. Поэтому вместо наушников носит с собой колонку и включает ее в автобусе. Мнения подписчиков разделились. Кто-то осуждает женщину за нарушение тишины. Другие негодуют по поводу репертуара. Хотя, судя по следующим кадрам, некоторые попутчики все же обрадовались такому концерту. А в завершении программы традиционная рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов машин и уличных камер наблюдения. Учимся на чужих ошибках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня это все. Присылайте видеозаписи дорожных инцидентов на наш редакционный WhatsApp номер 8 983 510 20 05. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме экстренной НСК. А в студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Базов будем оформлять.